В 65-м годах он был построен, этот пункт. Просуществовал он где-то до 72-го года. В 72-м году уже не было ни одного здесь жителя на этом месте не было, и все было разрушено. Дошли мы до первых околочков, там береза такая большая. В них под этой березой помолились, Господи, если угодно, воля Твоя благослови нас. Решили мы здесь поселять и жить, потому что это родина наша. Ночевали, палатку разбили, палатки, ночь. Утром я пошел за коровой покупать корову. Денег, что были, хватило как раз только на корову, 1700 рублей. Это 91-й год. Купили корову, в обед уже, на второй день, к обеду у нас уже было свое молоко. Уже корова была у нас. Ну вот, дальше, что, стали подъезжать еще. Через Коткове в это время приехал еще один такой подвижник, который, пожалуй, здесь будет у Стинов Виталий. Молодой парень, здоровый, сильный. Вот, в руках он все ломал. Дашь какую лопату или там вилы, черенок тут же переломит его. В руках все у него ломалось, все такое. Сильный был. Стали копать глину, делать саман и кирпичи, то есть строиться. У нас не было денег, не было ни денег, ничего. И в то время еще затруднение было то, что нельзя было купить где-то стройматериал. Невозможно купить нигде, нет, ни гвоздей, ни лесу, ни досок, нигде ничего не купишь. Все это было так называемое отпускаемое по лимиту, лимитированное. Чтобы нам купить досок, кто писал заявление в райисполком, райисполком на сессии решал, продать или не продать, нам 10 кубометров пиломатериала. Затруднения были большие, но, по милости Божией, мы чувствовали, что Господь благословляет. Помогали совсем незнакомые люди. Было так, что однажды приходят два полных зила самосвала, груженные деревянными ящиками. Ящики там из подобуви, из подводки, ящики пустые, тара. Спрашивают, где здесь такие? Ну вот я. Куда вывалить вам? А кто послал? Нам директор сказал привезти сюда и здесь вывалить вам. Представляете что? Ну, вывалите, вывалите. Что за? Нам ничего. Нам сказали, вывалите все. Вывалите, но это для нас было богатство. Два этих самосвала, ящиков. Вот мы давай разбирать. У нас уже повелись еще какие-то досочки и гвоздики. Гвоздики все выпрямляли. Из этих ящиков вынимали гвоздики, выпрямляли эти гвоздики. Где-то что-то там это. Ну, поехал я в Шарчино. Там досок на птицефабрике. Директор продал, значит, осиновые и березовые доски. Мы выбирали. По-моему, со мной Давыд был, наверное, Устинок. Если не помню, помню ли он или кто-то из парней. Мы ехали мы туда на велосипедах. Там набрали тракторную тережку. Директор дал трактор. И мы на тракторе, значит, привезли сюда. Ну, когда привезли, а тракторист спрашивает, так а вы где живете? Я говорю, ну, вот здесь вот у нас палатка стояла. Так а что здесь, ничего нет? Ничего нет. Ну, а вы что? Ну, мы строиться будем, это что? Ну, ладно, выгрузили. Я ему говорю, ну, сколько тебе что заплатить-то? Он рукой только махнул, что-то пробурщал, не знаю, или заругался, или что, не знаю, еще. Дверка, хлоп, трактор. И я говорю, подожди, еще. Он рукой махнул еще раз и уехал. И ничего не взял, никакой платы. Не надо, мол, никакой платы от вас. Вот. Чудно было все, конечно, начинать. Сегодня эта обстановка совсем другая. Уже проблема одна, что денег нет. Были бы деньги, тебе все. И привезут, и складут, и построят. Только были бы деньги. А тогда совсем по-другому было. За цементом мне приходилось, а я только несколько раз ездил в Искитин. Вот. Мы уже денег там как-то нашли на цемент, там что-то продали где-то в этой, кто где жил. Набрали на... Это уже было к зиме. Дело-то уже не зиме, февраль месяц был, уже 92-й год пошел. Как же нам привезти-то? А частникам не продают. Частник мог купить там 50-100 килограмм цемента, не больше. Но нам какой-то тонны надо, чтобы здесь уже еще приехали, кто строится-то. Опять пришлось только каким-то. Люди помогли тоже. Еду в Катниково к директору, прошу, чтобы помоги как-то взять. Отпускали только на хозяйство. Директор выписывает доверенность, что я теперь еду уже в Искитин, беру цементовоз 12 тонн, как для хозяйства. Будто бы как для хозяйства. Ну, наличными рассчитываемся. И вот оттуда мы уже на цементовозе я везу. Люди помогали. Директор нефтебазы, Козлов Алексей Андреевич, давал трактор, чтобы прочистить дорогу. Два раза в день трактор-бальдозер проходил, откорчил, надо потерять, чтобы прочистить дорогу. Следом заметает, а не прочистили. Вот мы таким образом цемент завозили. Все, это было трудно. Но при помощи Божьей потихоньку стали строить, еще приезжать, еще и получилось. Никто серьезно-то и не предполагали, что дальше что-то будет. Но пришло, когда дети уже стали ходатайствовать в школу. Это было самое трудное. А деревню это зарегистрировали. Хотя трудно было, но легче было. Деревню зарегистрировать, то есть получить статус, как муниципальная единица. Это было даже гораздо легче. Это уже в 92-м году весной мы получаем документ из Краевого совета, что принято решение восстановить поселок Потеряевка. На государственном уровне это все решалось. А со школой было гораздо сложнее. Это было несколько раз, десятки раз, Игнатий Тихонович там разные кабинеты в Барнауле проходил. Мы были с Игорем уже, Барабашом, на сессии районные решалась. А сессия районная решала, разрешить или нет школу в Потеряевке. Понимаете, это было вообще очень сложно. Наконец-то уже нашли они такой вариант, чтобы сделать, как бы, не совсем у нас, как школа была, а была, как бы, из Корченской школы. Ну и ладно, и так было. Вот это был в каком году у нас, наверное, 95-96 год, да? Помните, нет ли, например, когда-то 97-й? У нас открылось у нас. А? 97-м. В 97-м году. Первый год был уже занимались. Было первый год два ученика у нас. Вася и Маша были два ученика, Плотникова. Ну вот по сегодняшний день школа есть. Потихоньку из этого же здания, здание отремонтировали, сделали мы и храм у нас там. Вначале мы палатки первый год молились, церковь была у нас в палатке военной. Потом дома, на дому, на самом уголке, в дом, на втором этаже у меня в доме, зимой. Летом здесь, а зимой там еще пока не было. А потом уже одел, и теперь уже сколько лет постоянно здесь. Приезжали люди у нас, ну с разных было. У нас откуда приезжали? Из Казахстана были, из Киргизии, с Красноярска, с Новосибирска, с Барнаула. С Тюмени. Ну с Тюмени приезжали помогать только, на жительство нет. Это я имею в виду, что на жительство приезжали. За это время приехали, так же и уехали. Сколько семей уехало. Считать, три семьи, которые были, скажем, по решению собрания выселены. То есть была им дана, значит, просьба, чтобы они покинули это поселение. Вот это Горбунов, был, значит, Муха, Саша и Павлу Тихоновичу. Было это предложено, чтобы покинули. Остальные выезжали под разными, значит, по разным причинам. Вот, но другие, значит, что ошиблись, они туда попали. Скажем, думали здесь что-то, а здесь то, что предполагали, оно не получилось. Вот, то есть по ошибке люди думали, что... Хотя у нас сразу в первый год мы составили устав. Некоторые сегодня восстают на устав. А кто этот устав составлял, что я тогда еще не был? Да ну правильно, не было, мы составляли. Когда еще совсем мало кто жителей было. Но которые уже приходили, сразу ознакомливали и... Говорят, согласен ты жить по такому уставу? Да, он согласен, да, согласен. Ведь, допустим, Конституцию принимают, ведь все население-то никто и не принимает. Там принимают несколько человек всего Конституции. А потом ее одобряют, голосуют. Согласны, да, так, так. А составляет, бывает, всего там несколько человек. Может, до десяти человек составляют государственную Конституцию. А бывает, там может быть и два человека всего только. А потом только одобряют. Где-то что-то убрали или добавили. что-то, какие-то пункты в этом весь народ никогда не составляет конституцию, бывает что и один царь составляет закон, такой закон есть, есть, смотрим фильм допустим, Чингинсхат у них было там принято интересно, что нельзя в реке полоскать грязную одежду каралось и смертью кто значит прополоскал эту смерть тому человеку нельзя этого делать ну так было, так установились так он правитель установил и все, и наконец стала болезнь у них холера, чума а он когда завоевывал страны другие, Чингинсхан, он был хороший военачальник он мог завоевать а когда стал уже присоединять, тогда стала проблема, как управлять теперь этим народом который завоевал его же надо как-то им управлять чтобы нормальное государство было, чтобы люди работали и доход казна государственного получала он стал себе набирать какой народ где завоевывал и из них самых мудрых людей выбирал к себе приближенное там монахов брал там других ну и вот с ними советуют говорит как же победят, болезнь-то, говорит это а ему монах один и говорит говорит, правитель надо, говорит, разрешить, чтобы люди мылись и стирали белье иначе, говорит, эта болезнь передается через насекомое там через шеи и прочее он говорит, так это у нас нельзя по уставу, по закону за смерть иначе, говорит, небо разгневается и поразит нас он говорит, а как других людей небо не гневается, все стирают, которые завоевывают смотри, они все стирают на них, там небо не гневается, ничего он подумал правда, говорит, изменить закон убрать эту статью, значит, разрешить стирать в реке то есть один правитель мог изменить устав весь вот я зачитать хотел у нас какой у нас сегодня есть этот устав на сегодняшний день за все годы мы так не меняли иногда на память приводили но никому ничего не приходилось что добавить, какие-нибудь поправки внести или что-то пока не было ничего этого сделано такое правило поведения устав жителей поселка Потеряевка Мамонтовского района Алтайского края официальное разрешение общиной дается письменно желательно верующим православным христианам или тем, кто очень хочет верить и чтобы в письменном виде подтвердил то есть тот, кто желает приехать на жительство подтвердил, что он не будет ни сейчас, ни после говорить неправду дается разрешение на поселение тем, кто подтвердит, что он не курит не пьяница не матерчинник не вор все поселенцы уведомляются, что каждый строится сам на свои средства, своими силами, умением помощи пока никто никому оказать не может каждый строит что-то себе сам на сегодняшний день и тогда, когда строились, как мы ну, помогали фундамент заложить, там крышу покрыть, один человек не может собирались там, допустим, а остальное все делает сам это всегда в деревнях было так, называлась помощь собирались помощь люди помощь там, у нас даже было когда-то еще в старой деревне, когда заливали саманные стены, тоже помощь делали опалку, заливали там глину, солома еще там вот в конце деревни стены еще одного дома целые стоят вот это помощью делали такие дома, потому что одному человеку нельзя собирались, там человек 20, может быть 30, столь глину мешает кто там в воду подносит там солому, кто, значит, размешивает ее в опалку затапливает, то есть, всегда будет, поэтому написано, что строится сам и своими силами, но это не означает, что никто к нему не подойдет и никто не поможет это всегда было, помогали и кто-то будет и, возможно, силам поможем все равно, где-то что-то, если мы тогда возили, допустим, камни на себе, на тележке возили камни, вот где старые коровники, оттуда мы возили на ручной тележке еще не было лошади, а надо было фундамент заливать, когда мой дом строили первый, тот старый, то на себе камни возили сегодня даже, если кто-то будет, ну, можем уже оказать эту помощь уже, у нас есть какая-то техника там, то есть, камни привезти уже возможно нанять где-то привезти тоже легче, гораздо будет уже строиться кто-то ну, а средства, конечно, свои, здесь уже средствами помочь никто потому что сбережений каких-то никто не имеет все живем, говорится, так, что вырастил, продал, что-то купил опять вновь, вновь, то есть, идет такой круговорот увез в город, продал и то же самое привозит как-то подскажу и говорит, продал, продал, денег привез он пока какие-то железяки, вот все, говорит, все продал, вот железяки там все набрал, купил то есть, такое идет, поэтому, если кто-то будет спрашивать как, средства только свои, за все время, за двадцать эти два года от государства, или какой-то там помощи такой, существенной, денежной не было, никакой, была помощь какие-то, что для деревни, это мне, когда я был кто-то верующие, давали такую помощь, ну и мы употребляли, что-то приобретали, для того, чтобы деревня могла существовать и храма, и школу сделали, для школы что-то, и на другие нужны пункт первый, то есть, строится каждый сам на свои средства второй пункт, несогласных суставов общины курящих, пьяниц, выпивок, даже родственник, нежелательно нанимать и приглашать в гости, и если таковой все же и приедет к своим, что было в деревне, у дома, в доме у своих никогда не курил и не пил, чтобы никто не увидел курящим и пьяным, если кто приехал, то так же, чтобы не было это так, что приехал, он гулял здесь и все, за это отвечает хозяин, но не можем, допустим, приезжал у меня брат, он с 17 лет курит, он не может без этого, но прожил он здесь дней 10, никто его не видел, что он курит, я ему сразу предупредил, он уходил куда-то в кусты, там в кустах где-то курил второй это, третий пункт, член деревенской общины не должен выполнять обычную работу в воскресные дни и двунадесятые праздники, это же касается и всех, кто приезжает помогать в гости сюда, то есть обычно работаю, необычно, а что больше необычно, необычно, может какая-то аварийная, ну такая ситуация сложится, бывает, что у нас как-то было, помню тогда, что даже это было, что первый или второй день Пасхи было, а смотрят там плотину прорывает, ну все взяли лопаты, пошли скорее там это подправить плотину, чтобы совсем не разорвало, вот это, это необычная работа, то есть аварийная ситуация, и помню, когда пришли, смотрим, подходит с разъезда, жил Вася, как его фамилия, я не знаю, такой красный всегда находил это, подходит, я, говорит, там на поле, нашел, говорит, там женщина лежит, помните это какой год-то было, когда мы пошли, посмотрели, а там в Корченой тогда еще зимой, на 8 марта ушла Сурывок, она Корченская, девчонка, и заблудилась, и она вот за этим вот околочком, вот здесь вот, была, там она умерла, замерзла, ну позвонили в милицию, там приехала милиция, там это и забрали ее, было в тот год она, то есть она где-то с марта месяца и считать до апреля или мая там пролежала, когда эта Пасха была у нас, наверное, в конце апреля, по-моему, на сороковой день после ее смерти даже она как раз ее нашли, вот, поэтому в воскресные дни у нас всякая работа такая запрещается, только что кормить скотину, это не запрещается, кормить, поить скотину, там пасти, это уже все, остальная работа вся оставляется. Третий пункт. Четвертый пункт. Каждый житель общины деревенской имеет право заниматься любой непредосудительной работой, запрещается торговать спиртным, табачным, что ли у покупателей брать на обмен ворованное, все подобное пофисковывается в казну деревенскую. Это четвертый пункт. Вначале, когда приехали, то было, еще тогда были колхозы, совхозы, было, приезжали к нам продавать зерны, полная машина самосвала ЗИЛ, предлагают за бутылку, дай бутылку водки и полную машину зерна можно было взять. Приезжает раз, второй, а потом я ему говорю, Ваня, говорю, Ваня, давай так, я тебя не видел, ты не приезжал к нам. Больше, если другой раз еще раз приедешь с таким, то я позвоню в милицию, сообщу там в милицию. Ну, уехал, больше, правда, не приезжал, не предлагал уже. Но было такое, были недовольные среди наши, которые жители, которые желали где-то купить, такое, явно, что ворованное. И, покупай, брат, ты же знаешь, что ворованное. Ну, это дешевле, я дорого, девку я не смогу купить, там, да дороже, все это, вот. Пресекали, не нравилось. Ну, раз, другой у каши, потом видно, что начинается. Вот, причина уже к тому, чтобы уехать. Видите, здесь нельзя этого делать. Четвертое. Запрещается рассчитываться спиртным бутылкой за определенную работу, за проделанную работу или добытую вещь. За нарушение оплаты в двухкратном размере в общую деревенскую казну. Это как бы предполагалось, что если такое было, то рассчитался, то как бы штрафные санкции. Что есть это? Ну, до этого не доходило, штрафные санкции-то не было за это. Ну, а было, что указывали то же самое. Что нанимают работников, видно, что рассчитываются чем-то, какой-то брашкой или что-то напарил их, и все они, которые нигде не работают, мужики на этом, они рады там, лишь бы только дали выпить, а он, как говорится, гуру Назма свернет за это. Такое тоже бывало. Никакие работы звероводства, сеноводства, там, животноводства, пчеловодства и другие для посторонних на территории деревни не разрешаются нанимать, строить здесь свои сооружения. Это подсудное дело. То есть кто-то со стороны, чтобы здесь мог построить какое-то предприятие, но были такие предложения, вот. Вы здесь, будет у нас построено, будете работать, и вы будете работать, чтобы завести какое-то хозяйство. было там. Ну, этого нельзя. Почему? Скажут, а почему нельзя? А потому нельзя, что это уже будет мир здесь. Он, тот хозяин, он может кого угодно привезти, каких угодно рабочих, это мое, значит, хозяйство. Я нанял там каких-то бомжей, там, алкашей, воров, они будут здесь, уже хозяйничать будут. Поэтому ничего такого совместно не делать. Было предложение у нас, были, искорчены были, что давайте мы пчел здесь, будем разводить, пчельники построим. Я говорю, нет, нельзя этого делать. Хотели там гусинную ферму построить, там на Рыжковском пруду тоже были предложения, что мы построим там, эти птичники будут там. Тогда он будет уже своих рабочих привозить, работать. Это запрещается. Общение с миром, обращение за помощью к неверующим по возможности сводить до минимума. Лучше отдать, подарить им свою вещь, нежели давать во временное пользование безбожным. То есть до минимума, то есть как можно меньше обращаться за помощью к неверующим. Совсем не иметь общения, мы этого не можем. То вот, все, он неверующий, мы никаких общений с ним не можем иметь. Этого никак. Держим скотину. Мясо куда? Давай. Опять везем там в корчину на урывах. Неверующие люди, с ними какое-то общение все равно имеем. Даже работаем на земле. Вот. Работайте на земле. Сегодня у него что-то там не хватило, какой-то там запчасти. Завтра у него он приходит, помоги. Понимаешь, стоит там комбайн, стоит, масла не хватило. Нам там 20 литров масла дай. Ну как? Ты неверующий, пошел вон. Не дам. Приходится. Завтра у него что-то случилось, к нему обращается. То есть, совсем нельзя. Иначе бы говорит, апостол говорит, что не сообщайте с блудниками мира. Не вообще, говорит, с блудниками мира сего. А с теми, кто называется братом, а живет в этом грехе. А если со всеми, то нам, говорит, надлежало бы выйти из мира. Это только уйти, как монахи, в горы убежать и закрыться в пещеру или в пустыню. Поэтому вообще не можем, но до минимума. Не за каждым разом там лезьте. Где можно обойтись, лучше обойтись без этого. Восьмой пункт. Детей весьма желательно учить в самой Потеряевке. Верующим учителям, иначе для чего все это было затевать. Если детей снова поогащает мир губительный. Ну, по милости Божьей, на сегодняшний день у нас так это и получилось. Что все учителя наши, верующие, члены общины. Вот. Все эти годы. Хотя они, значит, состоят в штате, как Орчинская школа. Зарплату получают, значит, там. Вот. Обучение у нас общеобразовательное, как в школе. Обыкновенное, значит, как в Орчинской школе. По такой же программе все идет. Школа очень важная для населенного пункта. Где нет школы, там вскоре и разрушается вся жизнь в этом населенном пункте. Когда закрывали деревни, в то время было, то первым делом убирали всегда школу. Школу закрывали. Еще оставались какие-то производственные объекты. Там фермы, там, коровники, свинарники. А школу закрывали, значит, люди, у которых дети стали уезжать на центральную усадьбу, там, совхозную, там, где есть школа. Все уже с детьми люди уезжали отсюда. А потом постепенно переводили эти все хозяйственные постройки. Туда перебрасывали коровники, свинарники и все. И таким образом деревни замирали. На Алтае только за те годы, семидесятые, где-то больше трехсот деревень уничтожилось. Сегодня так же происходит эта деревня. И сегодня вымирает, многие закрываются. Школу закрывает, все, деревня умирает. Поэтому эта проблема со школой, она по всей России. Вот, считаешь, средства массовой информации, где сообщается, что люди разными способами стараются сохранить школу. Даже в одном населенном пункте учителя пошли на такое, что они работают, там их сколько-то, несколько учителей было, а детей меньше и меньше, и встает проблема стала, что закрыть школу. Они что-то сказали, собрались, ну что будем делать? Говорят, школу закроют, мы без работы останемся тогда. И все, то выход такой нашли. Кто молодые, говорят, надо детей рожать. А кто уже не может, давайте брать будем с этого, с детдома. Взяли из детдома по несколько детей, еще все. Когда с детдома-то берут сегодня детей, там от государства какая-то идет, значит, уделяют, как на ребенка, то и помощь денежная. И в то же время сохранили школу. Таким образом, говорят, школа устояла. То есть, очень важно сохранить школу. А не так, как у нас, если, а вот мы уедем, и школа у вас закроется. То есть, с радостью даже, что школа закроется в районе. А почему? Потому что, как говорится, ничего не вложил сюда. Нет, никакой, не чувствует ценности этого. Хотя дети все были здесь эти годы, сохранились в здравии, в благополучии сохранились дети. Ничего это не ценится. Как это будет пред Богом расцениваться? Это такая неблагодарность к Богу, к Его милости, к тем людям, которые делали это. То, что есть у нас сегодня, многие люди, я скажу так, это совершенно верно, что они позавидовали бы нам, что столько у нас мало, и школа есть школа. В других населенных, как гораздо, в десять раз больше жителей, больше школы нету. Понимаете? У нас за одно это, за то, что есть школа, и то это бесчисленная, и ежеминутная, ежесекунда должна быть благодарность Богу за это. Девятый пункт. Категорически запрещается на интерьете деревни включать бесовскую музыку, рок и прочую заразу духовную. Если же таковая заведется, все же, и кто-то будет громко включать такую бесовщину, то сообща уничтожить всякую память о таковом деле и предмете. То есть, у нас не совсем так, скажем строго, как есть другие где-то такие поселения верующих, что там вообще запрещается иметь там телевизор, компьютер в домах, это строго запрещается. У нас это разрешается, но чтобы не было это так, как включил на всю мощь там на улицу и орет она тебе надо или не надо. Вот я в Барнауле бываю рядом напротив двухэтажный дом, и кто-то утром еще рано включит музыку, и она орет там, играет все. Ясно, что людям мешает спать и просто даже отдыхать и мыслить. Мы находимся в удивленном относительном месте, где слышно пение птиц. Жаворонки прилетели, вчера я слышал, как поют жаворонки. Жаворонки прилетели, значит будет тепло уже, все. Они прилетают как бы уже в вестнике тепла. Скворцы тебя как-то они не разбирают. Смотрят, что снег идет, они уже прилетели. Сидят, чирикают, какие-то еще не такие спасти. Да нет, не сильно-то чирикают. Все не чирикают. Ой, как красиво. А жаворонки уже когда начинают где-то оттаивать, поля оттаивать, смотрят туда прилетают жаворонки. Жаворонки прилетели, значит будет тепло. Не допускать бесполезного лаяни собак. Сторож держится для того, чтобы обнаружить врага чужого, оповестить и хозяина, помочь прогнать нежеланного. Собака это отражение хозяина, доброго или беспутного, вредного или эгоиста. Говорят даже так, кто исследует, говорит, что животное копирует хозяина. Какой хозяин, такое если и животное. Бывает похоже на хозяина. Тем более собаки лают. Ну лают, без толку, вышел. Хозяин всегда может сказать, прекрати не лаять, чтобы это зависит от хозяина. Другой смотрит, он лает, и лает, и лает, тоже зайдешь. Он говорит, ну вы сами, надоело как-то. Было у нас одни собака лает, я захожу вам, надоело. Говорят, ну а что вы ей не скажете, чтобы не лаяла? Говорили, она не слушается, что я ей сделаю? Она лает на кого? Вы знаете, что кто-то, нет, она просто лает, и лает, и лает, без конца вот это лает. Ну наконец, все-таки выразумелись, ее как-то они куда-то убрали. Одиннадцатый пункт. Даже на самое короткое время отъезжающим просить у священника совета благословения на путь не самовластвовать. Без совета и непослушания вот два коня в колеснице, несущиеся в адскую пропасть. Этот пункт, я скажу, что у нас он очень такой трудно исполнимый. Трудно-трудно. А почему? Не знаю, здесь или какой-то такой свой эгоизм просто. Я могу это сделать, а ты не можешь. У меня есть, а у тебя нет. Или я сам знаю, что делаю. Что-то такое. Но ничего нет. Мы же не спрашиваем там, что ты будешь делать или что. Куда поехал? Для чего это? Да хотя бы для того, чтобы ты поехал. О том, чтобы тебе, говорится, молитва тебе совершить, чтобы с тобой ничего не случилось, а дурного там в пути. Теперь другое. У тебя есть транспорт, а другого нет. Ну просто. Булку хлеба наказать, купить, или там килограмм яблок. Поехал, ну почему не сказать. Я поехал в Мамонтово, я поехал в Корчино. Два слова. Я поехал в Корчино, три слова. Нужно ли что купить? Ну просто это необходимо. Может быть лекарства даже купить. поехали даже слова не куда поехал в корчино поехал но почему не сказать то что поехал в корчино трудно ли не трудно вот это обратите на это братья и сестры внимание и впредь даже нас не будет уже это сохраняйте это потому что в этом это как сказать такое-то укрепляющее именно звено такое когда поехал или пошел нужно просить молитвы и благословения мы потеряли все а вот старых еще семьям было я жил у бабушки с дедушкой они так бабушка утром стала идет доить корову я хорошо помню она никогда не выйдет просто взяла ведро там и пошла дана взяла ведро красный угол где иконы положила три поклона оборачиваться к дедушке и просит егор благослови я посла корову дает дедушка там что-то уже делает там валенки починаете чего он бог благословит все она посадить корову мы в школу собираемся все там позавтракали оделись и три поклона по дедушка благословима школу пошли с богом идите никогда чтобы так уйти этого не дедушка сам собирается идти там магазин или куда-то точно так же три поклона положил это не говоря куда доехать он пошел в магазин сходить три поклона положила если бабушка ли сам усилия благослови я пошел магазин она с богом что здесь плохого в таком обычае даже было что ну просить благословение не только у батюшки а у своего близкого рядом кто с тобой находится вот тем более когда уезжаешь уезжаешь ты знаешь что поехал с тобой можно что-то случилось а даже где искать куда поехать никто не знает куда где его сайт в какой стороне искать этот пункт 11 старайтесь соблюдать кто это забывает напоминайте тем этого ничего не убудешь что ты скажешь что я поехал а наоборот тебе прибудет 12 если человек не придет на общее деревенское собрание или уйдет в а время его проведения будущее повечено повестке собрания собрание деревне состоит состоится как законно 13 по неподчиняющийся уставу всему предупреждается и после трех грубых дерзких нарушений исключается по разным пунктам какие нарушаются говорит давал обещание что поэтому давал а потом на потом что потом нарушает как бы то есть исключается членов львенская община наталья как у нас уже было что решение собрания чтобы покинул это поселение шел туда где устава не надо и можно поступать так как ты хочешь как все живут то есть можно пьянствовать там и воровать и курить и блудить что угодно поезжай там живи у нас свободно то уехать можно свободно как приехал так уехал может свободно это покинуть кто-то говорят а у них там тоталитарно секта по повар попробовал тоталитарной секте просто так что-то сделать или самовольно там уехал куда-то не сказал тебе бы сразу вы наклали там это 14 обязательно всем жителям всегда здесь уже идет вопрос по внешнему поведении в общежитии обязательно всегда всем жителям деревне носить пояс рубаху на выпуск как принято русской не подражать в одежде иноземцам здесь говорится о мужчинах у нас одежда принято что это в благочестивые русские обычаи рубашка под поясок на выпуск дети да приучаются чтить старших приветствую всех христианским приветствием христос воскресе и другие помогать нуждающимся с этим тоже было трудно но слава богу сейчас даже те которые как бы скажем не расположена все-таки здороваются не проходит другой раз вроде бы не замечает голову опустят и доеду так крикни что поздоровается взаимопомощь членов общины от общих работ по храму пруду и других не отрекается то есть на общих работах сказали вместе не надо а то было у нас такой я не могу сегодня я не могу у меня там что-то там такое дома я надо что-то у свиней чистить там или что-то я не могу но оставь завтра почистить сегодня назначаем общую работу какой-то неоткожно всем сделать один не пойдешь делать а все вместе 17 стих пункт самовольно в деревне никого не приглашать если что из чужих курит данный момент не разговаривать с ним пока не потушит во-первых уважайте хотя бы самих себя то есть не приглашать никого там на жительство вот или так незнакома спрашивает меня потом где-то познакомилась с человека можно его пригласить сюда ты за него не идешь ответственность да я его совсем не знаю ну прости а если совсем не знаешь а зачем тогда приглашаешь его совсем даже его не знаешь этого человека кто он такой он друг или враг ты его приглашает то есть чтобы этого не было посоветовался стоит или нет пригласить такого человека вот у нас будет праздник на праздник тоже каждый это просто подойдите спросите благословения там разрешение у батюшки старости я хочу пригласить в гости там друга или подругу как можно нет пригласить ничего в этом трудного зазорного нету что спросили 18 пункт стараться иметь все свое по возможности чтобы не стать господином дать имея свое не пожелать чужого говорил антоний великий то есть все иметь свое никак мы не можем но по возможности за каждой говорится какой-то вещи там за скалкой или чё чтобы не бегать соседу что нет дай это дай это дай это все не можем ничего то есть у меня чего нет у другого вот у другого есть у меня нет этого то что если такое общение на бывает всегда было раньше когда не было мир спичек еще то утром как разжигали огонь чтобы уголек а кинулись от печка плохо золой засыпали угольки они потухли за ночь как разжигать теперь теперь что баночку мать и посылает там беги к соседям там уголек спросите что вдали уголек вот они там дадут баночку уголек это ты с ним домой скорее и тогда думал что это уголька то раздуешь там лучинки специально щипали тонкие сухие были вот угольком разжигали тогда то есть такое невозможно чтоб совсем не общаться друг с другом этого невозможно вот 19 пункт зимнее время почти прекратить звать сюда людей разрешать приезжать дабы кто в пургу не погиб в степи у нас такой случай был что человек один с новосибирска владимир его фамилия звать как фамилия сейчас не помню я не знаю вот он собрался ехать из потеряевка у него это начиналось уже болезнь такая что там он был в научном городке жил там и какой-то тоже там вот научный сотрудник было он был летом был несколько раз у нас был приезжал помогал там он возле пруда столбы закапать с сынишкой помогал и зимой он уехал уехала сошел на какой-то станции посевная или как это называется на посевной сошел раньше это совсем он сошел это посевная новосибирской области насчет до черепанова еще до черепанова там сошел и пошел и конечно он там заблудился и замерз его нашли потому что какое-то время его нашли поэтому зимой стараться никого гости жибко не звать потому что это затруднение человек может тем более сейчас у нас на разъезде нет ни одного дома чтобы жили люди раньше было там приехал то можно кому-то постучать они всегда пускали там переночевать или все сегодня нет никого даже сам если едешь зимой то если знаешь что тебя не встречает там как не то не лучше не выезжать никогда потому что ты сошел сил не хватит дойти и где-то только потом весной можем найти когда растает но бывает какие-то телефон счет разрядился не позвонил я говорю про то что если ты не позвонил не договорился то когда тебя встречать или там что то то другое дело встретить сегодня есть на чем встретиться точно договорились что вы их встретите все только тогда раньше то мы это писали когда ведь у нас даже встречать не на чем было встречать была там одна лошадь и всегда там не поедешь кто-то было разъезд а люди могли так приехать поэтому с этим тоже нужно быть очень осторожны особенно зимой чтобы не подвергать опасности жизни других людей двадцатый стих скотина не должна бродить по деревне огородом не зимой не летом и пожелать чужого поля 10 заповедь во 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 есть такое нет папа серафима есть такое в деревне что деревня скотина в чужая ходит по чужим грядкам было было ну вот напомнить братьям что было этого нехорошо это желает чужого грядки топчет вот ломает изгодить у меня тоже было зашел бык и поломал сетку порвал там и поломал тоже было такое без этого я думаю что в деревне без этого быть не может никак но надо ограничивать чтобы было это поменьше этого не так а вот в курсе на выгоните ряд и телята свободно ходят где хотят но в курсе ну поезжай в курсе на там выгоняй телят и баранов и свиней пусть ходят они это выгонят родственник муж двоюродной сестры выгнал так а потом чего ничего теленок уже большой теленок уже был ну еще ничего так все и гуляет по сей день уже лет десять гуляет где-то нету не гуляет до корову не так гуляет выпустили выпустили ходят они пошли по чужим полям то все хорошо это а потом когда случается дома что ой а за что меня бог наказывает сразу за что ты забыла как твоя корова ходила по чужим полям твой теленок там где-то топтал грядки у людей забыла это это не вспоминается сразу ой за что мне будто бы не за что ну что это нормально хорошо хорошо камушек выкинула хотел по ногам я попал ему сюда и он вот так знаете как напугалась а теперь говори нет я не дотронусь до него 21 он устава запрещает соба брать под проценты не у государства не тем более у тех кто может быть как мафиози включат счетчик и горько будет при расчете когда возьмут из-под тебя постель жену дом не закладывать землю не брать но прокат точно испортив не сможешь вернуть вот этот путь очень важный сегодняшнее время братья кто занимается какой-то не никогда не брать под проценты вот у каких-то людей где-то там но и у государства нежелательно тоже этого брать потому что переплачивать сколько ты переплачиваешь это почти в два раза переплачивать а говорят что всего только там 14 процентов а потом выгодите 14 44 или там 64 даже набегает то и больше там еще накручивает такое что будь здоров а выплатить вовремя нет что-то у тебя случилось ты забыл то что отнимает все и дом отнимает и то что есть в доме все отнимают с квартиры выгоняет это 22 пункт желательно добросовьтесь всегда рассчитывается со всеми и со своими деревенскими кто делает общую работу по поручению снимает данные сочетчиков рассыльный с поездкой и другими то есть кто-то поехал каким-то делам там на бензин это обязательно надо было как-то даже у нас такой вот вроде там все здесь снегоход дорого это бензин же есть дорого но все равно она водой не заправить не до водой не заправить значит нужно за бензин запчасти человек это есть это естественно расходы поэтому всегда нужно расплачиваться не просто так что я съездил съездил там или что попросил утерся и все столько стоит спросил сколько стоит это будет твоя услуга там или что-то обязательно прочитаться всегда тогда говорит дружба крепче да уже не будет подозрения друг на друга там что-то или какого-то недоговорки двадцать третий пункт беречь окружающую среду не позволять никому сливать развивать гориша смазать материале на землю мыть испачканы в мазуте руки и вещи у озера вот не развивать где попало стараться меньше масла то он больше всех масло солярку разливает кто больше да у кого больше этого всего поэтому стараться меньше это делать где ставить дом какие деревни можно срубать близ дома все по разрешению старшего понимаете как у нас бывает так что человек прожил совсем немного времени уехал и память только о нем какая он там горит тополь спилил и березу спилил и все и уехал вся память осталась в этом что с может быть и не надо было этого пилить береза растет она десятилетиями чтобы выросла береза Это нужно. А посадить ни одно не посадил. А попилить, попилил. Если такое отношение будет, то все бы так делали, то через сколько-то время в голове место было бы как позекорчено. Это не трудно посоветоваться. Как лучше мне поставить дом или даже ставишь теплицу. Не трудно ли посоветоваться. А как мне лучше поставить так или так. Не спрашивать, ставить так. А потом от этого, может быть, и от этого еще бывает. Все смотришь, и получается нехорошее дело. Раздавливает там снегом. Нужно и дом-то ставить. Вставили бы так тоже дома крышу. Оно меньше надувает, когда крыша вдоль стоит. На другую сторону меньше навевает снегу. То есть ветренная сторона у нас всегда идет как бы скорчено. Оттуда идет больше лета. То есть как правильно расположить сарай. Было бы, по совету делали, не было бы такого огорчения. А то он, смотрите, какие огорчения бывают у людей. Там вот у Павла. Ставил совета, не спрашивал. Совета никакого не принимал. Ну и что? Настроил так, что самому жить тошно стало в этом доме и в сарае. То есть в сарае там и через весь сарай вытаскивать навоз. На улице это все вручную, на руках. Попробуй, это потаскай, выбросить нельзя. Так построить. Ну как это так? А посоветовал, как мне лучше сделать, чтобы вот такая скотина, как лучше выбрасывать. Можно было это? Ну можно было это сделать. Но не сделал, потому что не любил совета. Двадцать четвертый пункт. Детей особо беречь. Нигде не оставлять без присмотра. По ягоды ли пошли, купаться ли. И во время богослужения одних детей на улице не выпускать. То есть сегодня такое время, дети теряются. Смотришь, сообщения посредством массовой информации. Там потерялся ребенок, нашли убитым. Там потерялся, опять убитым нашли. То в лесопосадке, то в яме где-то. Теряются дети. У нас за все годы не было, что потеряно. Но постоянно смотришь, пошли. Одна девочка идет. Вот Литвов пошли, перехватил там. Вы куда пошли? Мы пошли гулять. Куда гулять вы пошли? За деревню пошли гулять. Одна девочка пошла гулять за деревню. Возвратил. Ладно, смотри, в другой раз опять. Пошли куда? Гулять мы пошли. Перехватил уже вон где. Гулять пошли. Какое гуляние? Одна пошла за деревню. Почему дома не беспокоиться? Вот это странное дело. Должен батюшка смотреть, куда пошли. И сколько раз возвращал из-за деревни таких гуляк. Пошли гулять. За этим тоже смотрите сегодня. Особенно летом. Зимой у нас как-то еще мы, как сказать, защищены. Агрозащищены. А летом не разрешайте, особенно девочкам, выходить от дома из дома без разрешения, без пригляда. Чтобы за ягоды одних девчонок не пускать. Никуда. Пошли собирать грибы. Вот сейчас от весной, знаю, вот эти. Глушковские девчонки какие-то, они все там сморщики по садам собирать, иду двое. Это беда. Беда может быть очень большая. Не разрешайте. Берегите детей. Прошли сколько? 20 лет у нас, слава Богу, все сохранились. И из-за этого нам нужно быть благодарным Богу. У нас это некоторые не ценят. Даже. Я уеду куда-то, уеду, куда-то там ехать, куда-то надо ехать, куда-то. 26 пункт. Охранять не только свое. Каждый чужой, появивший насторожит, спроси, кто кому. Деревняка, как и на семья, увидел ли отвязавшую скотину, сообщи хозяину. То есть чужой человек появился сразу, насторожит. Откуда? Кто такой? Позвони соседу, там, старости батюшки, скажи, я видел человек чужой, кто такой, откуда такой человек. Ну, матушка как-то неделю назад, говорит, я видел чужой человек, какой-то проходил, говорит, вот по деревне, здесь вот проходил, говорит, и пошел так туда, говорит. Но не наш, не в нашей одежде, говорит, вижу, что не наш. Ну, кто такой мог? Сейчас пешком, пешком. Никого. А вчера заходит один наш человек, о, вот этот человек и проходил, я его и видел, и проходил. Узнала, сразу признала. он вот-вот точно он вот это он проходил вот также скотина если ходит то нужно сообщить хозяину что хозяин может не видел дома ушла корова пошла где-то гулять у нас был такой случай что я утром субботу 8 часов сидим за столом завтракать матушкой смотрю красная корова мимо храма и пошла туда к огороду я сразу беру звонок набирая телефон и звоню раз лена у меня лена а у меня там два лена и лена барабаш 1 лет открылась я сразу нажал и вызов идет да я вручу вообще спите наверно корова красная ваша посадка мне ворона какая красная корова иди выгоняйте груз спите корова ходит а это лена в москве какая корова да красная корова батюшка я в москве футер ой прости меня я перепутал сейчас как это смеется в эти сам все это приехали в прошлый раз были она пришла там как это лена как у тебя красная корова то есть увидели скотина где-то ходят обязательно сообщите скотина пришла но не так что то у другого одни там невеста жених от другого хозяина пришел а хозяин уже сразу твой пришел здесь ко мне там он входит он не просто так пришел он пришел по делам вот а ты уже там беспокоюсь а вот они просто так пришел свое там даже не сено там полугнилое если ему это и не надо сено он пришел по делу поэтому там уже нужно быть снисходительным таких благодарить 27 пункт кто получал помощь бесплатную вещь деньги все должен сполна вернуть если уезжаешь из потеряемки навсегда все взятое здесь лес местные дрова все остается здесь землю никому из чужих не продавать а только жителям деревни нашей говорится бесплатно здесь было в первые года здесь давали немножко когда игнатий тихонович сам ему была помощь дана он давал каждому и говорил что дает там насколько там на 5 кубометров леса было или сколько вот но с условием если потеряете будешь уезжать то это все вернуть обратно то есть это дается как сказать целевое нас направление только для деревни поэтому сегодня ты взял взял но если уезжать будет что вернее если живешь то это уже безвозмездно навсегда если ты здесь живешь а уезжает должен будешь вернуть но так и делали кто уезжали там возвращали там все отказалось на сегодняшнее время эта помощь она не почао но в то время это была существенная помощь когда не было ничего тем более говорится дровах там и все на то что здесь заготовлена дрова или сено не продавать в сторону нельзя только остается должно быть вставаться здесь деревня то что ты вырастил в огороде сам и си вырастил это ты можешь поразить свободно там на хозяйстве а то что заготовил местное, ты можешь в бакулке заготовить дрова и продавать, это запрещается. Или сено накосил, а у меня лишнее, я продам. Об этом даже разговору быть не должно. Никогда. И это не допускайте. Никогда нас не будет, не допускайте этого. Чтобы местное, какие-то здесь, ну, природное рисую, чтобы продавать здесь на сторону. То, что ты сам вырастил, если взорву, это можешь ты тогда продать. Там зерно вырастил, там помидоры, там что, лук, чеснок. Это можешь. Но всегда, имейте, всегда вначале предложить своим. Не надо ли, я вырастил чеснок, надо или нет кому брать, объявил братья и сестры, надо кому или нет чеснок, такой-то, вот у меня по такой-то цене. Я продаю по такой цене. Предложить всегда. Полно или не полно, предложить всегда. Вот. Вот полно, у меня не было. Да. Всех полно. Ты первым делом должна батюшке предложить. Надо знать. Ты вырастила луку много, а у меня нет ни лука, ни чесноку. И все. А вначале всегда даже. Продаешь телочку, продаю. Вначале говорит, братья, я продаю телочку. Мне нужно деньги, я продаю телочку, там, или, там, поросенка продаю. Цена такая-то. Будешь что брать или нет? Нет никто. Тогда все, свободно, можешь продавать на сторону. Но всегда, то, что продаете, предложите своим. Кто-то, даже технику продаешь, вначале предложи своим. Это даже среди неверующих, да, есть такой закон, что рядом живет, да, была квартира там, то первое, предлагается, соседу должен предложить. Бывает коммунальная квартира, где то продают, то сосед можешь купить, а если нет, тогда там уже на сторону. Это нетрудно сказать. Не берет. Цена у нас такая, какая, оценишь, какая есть цена. Вот такая цена. Я за такую цену продаю. Желаешь, бери. Нет, тогда уже свободно на сторону продавать. 28 курс. По страхам анафемы, отлучения, запрещается жаловаться мирским властям, писать жалобы на жителей деревни, сексотничать, сотрудничать с врагами, быть научником. Любой спор и все решать здесь, на законном собрании, после беседы со священником. И только после обсуждения на собрании может получить добро на суд у внешних. То есть, если мы сами не можем разобрать на собрании какое-то дело, то тогда разрешаем обратиться в милицию, или куда-то они так, как делают. Это уже анафем. То есть, человек находится под проклятием. Что ни с кем не позволяет тут же вызвать милицию, милицию вызвать, а милиция руками развела. Ну что это такое? Неужели, говорит, вы сами не можете в этом разобраться? То есть, в этом имейте в виду на будущее тоже. Что бы ни случилось, а вначале здесь сами должны обсудить, разобраться. Если уже не сможем, как говорится, решить, рассудить, тогда куда-то... Вот дошлось сейчас, допустим, делить там это, приходит разделить. Могла бы община, могли бы разделить, но если бы это было по согласию, та сторона была бы согласна с тем, что решит община. Церковный деревенский совет, что решит. Но она с этим не будет согласна. Нет, если бы я приняла это как от Господа. Что решится, то так и будет. То, конечно, могли бы все разрешить и без этого, без посторонней помощи. Двадцать девятое. В околках растущая береза, осина и другое, или клен, и другое. Не рубить. Никому не позволять рвать землю, гусени, цилик, где или навесным оборудованием. Это преступление. То есть, березы, осины не рубить. Клен. Можно только выпиливать клен. Клен это сорное дерево. Оно все зарастает. Клен можно вырубать. Вот они, где у нас сады, это можно свободно. На дрова там его вырубать, и на какие-то столбы он дольше держится в земле. Клен крепче дерева. А березы, осины, сырые ни в коем случае не рубить. Даже если вы видели, где-то кто-то другие останавливает это. Бывает, там со стороны приезжают, то сразу это пресекает. Потому что может это быстро все исчезнуть, изрубиться. Тридцатый стих. С огнем быть крайне осторожным. Нигде ничего не выжигать без предупреждения всех в деревне, пока не выставлены будут люди с разных сторон, с водой и другими противопожарными средствами. И то только по разрешению старшего. И вечером, при безветре, весной и осенью. А лучше всего, братья, вообще прекратить не жечь ничего. Никак. Нигде. Вопрос можно, Владимир Владимирович? Да. А если изменить этот пункт? А? Изменить этот пункт. Как? Разрешите? Категорически запретить жечь. А то замылили. Кстати, по краю сейчас мы были на конференции, и там хотят предложить, чтобы вообще всякие костры, даже в Москве, об этом говорили. Ничего нигде не жечь. Это невзираемо. А сейчас в частном порядке, на огородах ничего не жечь. Категорически запретить и все. Решить на этом случае убегать? Да, учитывая, сколько пожаров было у нас, вообще запрет лучше всего. У нас сейчас собрание, мы можем это вынести на решение? Конечно. Разговоры ходят такие ропчутые, что... Что? Добавить что? Категорически запретить жечь мусор. Какой бы ни был все это. Пункт 30. Так, согласны... Под любым видом, под любым предлогом. А? Да, конечно. Конечно, сами живы будем. Проголосовать все. Кто? Согласны за это? Да, все за. Все. Принятые согласны. Давайте поправим, значит, так, что категорически запрещается... Так, поправка, добавка. Или как добавляем? Поправка. Поправка. Категорически. Или назад, слышал. Ну, вот по делу что-то... Поради, что на уровне Москвы решается вопрос. Тоже поля вот жгут, везде все горит, засуха. Сколько это можно? Запрещается... Усильный контроль. Сжигать... Мусор и прочее. И прочее на территории деревни, на территории... Двора. На территории деревни. Вы понимаете, что это немного, кажется, а ветер дунул, и не успеешь даже, говорится, ахнуть, как пойдет. А у нас тем более. Если даже вот с той стороны, там, как начнет это, от Горбуновых, это вся... Давайте еще штраф какой-нибудь. Ну, со штрафом, я даже не знаю, что это... Не только территорию деревни, и частности, прямо свой двор. Свой двор тоже. Свой двор прямо. Скобка взять там. Ну, что на территории... Ну, на дворе тоже, но это же территория деревни. Нет, а в скобках, в скобках добавить скобки. И территория частного подворья. На территории деревни это все. Ну, деревня это деревня, а двор это двор. Я тут живу, что хочу, то иди. Да, да, да. Это касается Галии, вот и все. И матушку. В своем... В своем... Варежки. А, надо запределить деревья. Да, нет. Жечь не надо. Забери, мы не пойдем или не жечь. Мусор собрался, и ждешь. Ну хорошо. А вот в воскресенье молодежь пойдет там... Молодежь, я понимаю. Да, начнут там что-нибудь жечь и сосиски жарить? Это можно или нет? Остановить. А то тоже у нас это бывало такое. У нас территория деревни... Вы знаете где? Территория деревни у нас идет... Показать вам как она будет кататься. Территория деревни идет... Где Туровская база, это Околочек захватывает. Кладбище. Это все территория деревни. Озеро вот здесь. Озеро, где до конца деревни, до того леса. Туда и... Где этот... Это все территория деревни идет. Вальчик, а еще вопрос можно? А если предложить... Вернее использовать вот эту яму Вигвама, где костер в лагерских живут... Ну типа там можно разрешено, там вот именно что-нибудь... Что делать? Мероприятие, что-то... Ну пикник какой-то устроить. Но опять не одни пошли там Анфимы и Стаси. Нет, нет, нет. Это как-то функции нестили. Ну это уже договоримся где это. Когда если что-то, какой-то праздник... Ну это... Сами уже там... Решим потом... Это же не сжечь. Это не сжечь. Да, это не сжечь. Это пошли, значит... Да, и что? Нет. Это другое. Не надо этого. Так, тридцать первый тур. Тем более, Игорь говорил как-то... Он говорит, вообще даже, что вот весной мы сжимаем листья, траву где-то там возле этого... Листья, говорит, не надо бы сгревать, потому что это... Как сказать... Питание для микроорганизмов земли. Да, для почвы. Мы так, говорит, все просто обнищаем, у нас и трава не будет расти. Оставлять, которые листья... Это деревья сбрасывает, они сами для себя. Вот у меня где деревья... Я в прошлом году пошел, смотрю, уже грибы растут эти, коровники. Прям хорошие коровники я сорвал, уже под березами растут. То есть листья убирать не надо. Вот эти где. А сушняк. Ну большой сушняк сушьки там или что-то убрать. Не граблями, а прошел руками, собрал веточки. Да, большие которые. А листья мелкие, там траву мелкую оставлять не надо, она лучше будет. Ну а засуд, батюшка, мы за заборами гребем. Ну вот тоже это не надо. Большую, где солома, если на... Ну... Бывает там крапива... Лежит, да, такое собрать. А мелку это можно... Она зарастет травой, потом это поднимется, и она лучше будет, и не видать ее будет даже. И влагу будет. И влагу будет. Тридцать первый пункт. Запрещается гонять на скорости, на технике, кататься верхом или на запряженных лошадях по деревне самовольно. Но берегите детей и себя. Это всем. У кого есть какая-то техника, велосипеды, не гонять по деревне. Потому что не успеешь, говорит, с папашицей какая-то. Что там, хотели что-то сказать? Как ты на мотике гонишь. Не, ну батюшка с инспекции ездит, он не гоняет. Он был дома, говорит, съездив тут, поигляну, что делают. Андрей пятится машиной назад, а этот летит. Этот слетел, мотик поднял назад и домой. Говорит, посмотрел, говорит, ничего, нормально. Проелил. Ну бывает такое, бывает, конечно. Так вот, чтобы этого не было, нужно... Пункт изменить. Да, не гонять. Никому. Ни батюшке, ни матушке, никому. Все навозы на дорогах не ставят. Да. Но здесь пункт 32, он как бы, сказать, имеется в давнейшем истории, он как бы устарел. Но он в то время был. Может быть, еще в будущем он и пригодится. Все строения, загоны, корченцы, оставшиеся на территории потеряемки, должны быть ликвидированы всегда. Из-за земли Карабах. Тогда было это Карабах, еще добавили Карабах. То есть, был. Они прямо где лагерь, здесь были у них тогда эти схотные дворы. Они долго не хотели никак отсюда убираться. Ни в какую. Так уже через прокуратуру только тогда они убрали. Постоянно они здесь. А что здесь, схотники, я всегда пьяная. Матерились. Вот. В лагере слышно все было? Тридцать третий пункт. Совет общины. Избирается из четырех человек и пятых, батюшка, как советник. Вот. Но у нас совет как-то редко. Мы больше всегда собрания собираем. Хотя по маловажным должен был бы совет. Но у нас и так не много. У нас всегда собрания собираем. Право голоса житель поселка имеет как тену общины только через год жительства в Потеряевке. То есть, кто приезжает, он год прожил, тогда он уже может иметь голос на собрании. Тридцать пятый пункт. Каждое богослужение один дежурный по деревне. Здесь просто нужно сто в летнее время. Зимой мы не ставим, а в летнее время. Но мы уже года два не дежурим по деревне. Летом-то? Да. Дежурим. Дежурим. Нерегулярно бываем. Постоянно. Постоянно. Оставлять нужно, потому что уже появилось отделение воровство со стороны. Конечно, ночью. Не днем, а ночью. Вначале металлом, потом стали уже горючие материалы воровать, запчасти, аккумуляторы снимать. Сейчас у Павла были вы на службе. Смотрим. Человек ходит у Павла. И под окнами жилетяки уже. Да? Так. И Павлу надо передать. Чтобы приехал сейчас, следить никто не будет. У него все раскрыто. Тут лоб. Тут бензопила эта электрическая лежит. Заходи, мама дорогая, бери, что надо. А лоб? А? Нет, нет. По восемь. Летом, летом. По восемь. Передем. Тридцать пятый пункт. Без разрешения хозяина в чужом дворе не брать ни одной вещи. Чтобы не искать. Взяли, принести забыли, а хозяин дома ищет. А ее нету этой вещи. Нет хозяина? Как-то оставьте, что я взял там. Или записку запишите, что я взял. У меня кто-то зимой взяли, по-моему, лопату или что-то. Я выхожу, на снегу написано. Я взял там. Лопату взяла. А? Я лопату взяла. Да, я взял, взяла лопату. А я пришла, а мне лопату взяла. Она легкая, она тяжелая. Я на снегу написала, что я лопату взяла. Да. Это хорошее такое. Если вы обыдете... Ну, как было-то, поговорила. Вот. Тридцать седьмой пункт. По деревне не разрешается ходить в оголенном, непотребном виде. Это касается больше, значит, женского пола. Особенно молодежь у нас сегодня старается юбочку поднять как можно выше. Вот уже для... До непотребного вида. Этого не должно допускать и... И впредь, чтобы этого не было. У нас есть, чтобы было, говорится, не выше колен. У кого девочки, имейте это в виду. И это нисколько им в жизни не повредит. Помните то, что говорят криминалисты, записки криминалистов, говорят, что насилие, совершенное более 80% спровоцированное жертвами. То есть, сами жертвы провоцируют насильника к этому. То есть, непотребной одеждой, непотребным поведением. Вот. И прочее. Ведь больше, допустим, насилие совершено, когда где был? На дискотеке в ночное время. Потом пригласили где-то. Пойдем кофе попьем или чайку попьем. Девушку пригласили, два парня. А потом что? А потом насмеялись на ней и... Ладно, выбросили, а то еще и убили даже. Редко я вообще не слышал ни разу, чтобы было совершено насилие, что шла с церкви, была в церкви на богослужение и из церкви шла женщина, девушка и была подвергнута насилию. Ни разу я не слышал, чтобы было сказано, что после праздничного богослужения в церкви народ выходил и начинал бить в витрины магазинов, переворачивать машины, друг другу морды бить. Даже в советское время никогда этого не было. На Пасху, на Рождество, народу много, никогда этого не было. А вот после футбольных матчей, после рок-концертов это почти всегда бывает. Люди выходят и начинают бить магазины, окна бить, машины переворачивать, поджигать машины, друг друга бить. И все. Идет футбольный матч и вызывают целые роты ОМОНа, ОМОНа, милиция, конная милиция, другие, чтобы охранять людей. В церкви идет богослужение, тоже не меньше народа, нет никакой ни милиции, ни ОМОНа, ни люди, все выходят спокойно, выходят, никто никого не бьет. Можно из этого понять, что, какая сила, где присутствует, кто там и кто там бывает. Так и здесь. Если в непотребном виде, то она как бы сама говорит, я, вот она, я, значит, все у меня к насилию, чтобы совершить намное насилие, все есть. А когда скромность в одежде и в поведении, то преступник уже не так приступает видеть, что это строгость. Тем более, если она еще с молитвой идет, то не так просто приступить будет. Об этом вы сегодня учите матеря этому целомудрию своих, значит, дочерей и сыновей. Вот это всегда в жизни им пригодится. Строгость в поведении. Не перед каждым там говорится, чтобы был смех и улыбка. Написано, как в нем это говорит, глупый в смехе возвышает голос свой. То есть громко смеются, когда ездят в автобусе, вот там ха-ха-ха-ха-ха, на весь автобус там. Двое-трое стоят, а хохот на весь автобус. Вот едешь, пять остановок больше, и все, они что-нибудь скажут, ах-ха-ха. Думаешь, ой-ой-ой, какая же глупость. Начни говорить не о чем, наверное, даже. Вообще. Не на чем смеяться, ну не на чем. А они на весь автобус никого не взирают. Не слушают. Об этом всегда тоже храните. В этом, чтобы внешнее благочестие, оно очень влияет на внутреннее благочестие. Внешнее, но это даже, я вам скажу так, что даже и не касаясь веры здесь, всегда форма одежды, она дисциплинирует человека. Вот, допустим, в армии кто служил, знаем, что если идет солдат, допустим, в форме, тогда, когда мы служили еще, было очень строго в увольнение пошло, чтобы солдат на ходу курил, это строго запрещалось. Мороженое есть тоже на ходу запрещалось, нельзя этого было делать. Вот. Тем более семечки щелкать, что если встретится патруль, заметьте об этом, все, тебя потом в увольнение долго не пустят. Взял мороженое, встань где-то или сядь, съешь, тогда только иди. Покурить точно так же, встань и покури, тогда иди. А идешь, когда ты без формы, то ты можешь все делать. И на ходу курить, и мороженое есть, и семечки плевать идти. Ты можешь, и все. На себе я скажу, когда я нахожусь в форме иду, я много себе не могу, чтобы... А когда без формы, я как-то, ну, как с потолковой смешаюсь, а я как все, поэтому я... Понимаете, что... Так, форма, она дисциплинирует любая форма. И сегодня рассуждается, президент, вот, сделал предложение, что ввести во всех школах обязательную форму одежды. И, по-видимому, это сейчас вот рассматривается, думаю, будет даже, и будет тут вредено, чтобы в школе была форма одежды. Обязательно. А вот сейчас в школу приходит кто в чем, кто в брюках, кто там в этом, кто, говорится, с голым животом там и все. А что, это такая вот свобода, конечно, свобода такая. Поэтому у нас, в нашей школе, все-таки желательно мы свою форму ввести и более строго. Ну, у нас простая форма, хотя бы девочки в платочках и юбочка пониже колен. Мальчики также в брюках, рубашка обязательно под поясок. Никакие там ни эти, свитера, ничего, рубашка, костюмчик, чтоб был костюмчик. Вот. Благодаренный костюм был. Никакие там ни куртка, ничего, а костюмы, рубашка. Подумайте, как это к следующему году, может быть, и сделать так же будет. Это будет лучше. И дежурный обязательно, чтобы был дежурный, когда проверяли. Я помню, когда мы учились, у нас всегда был дежурный, приходит в школу, первым делом встречает. Руки покажите, чистые, нет ногти, под ногтями есть, нет грязь, проверяет. Теперь уши, уши заглянут, если нет грязи в ушах. Вот. Все, воротничок. Надо сказать, грязный или нет воротничок. Грязный, иди мой. Нет, иди домой. Все. Все, не пустят, на занятия не пустят. Иди домой. Все, грязный, иди меня. Ногти не обрезаны, иди ногти. А у нас ногти не обрезаны, учительница не может справиться, чтобы ногти обрезала она. Ну, ты куда годится-то, как это? Целая проблема состоит, чтобы она обстрела, она уже стала маникюр растить, чтобы ей надо, чтобы ногти были длинные и красивые. Нет, ну длинные чистые, ладно, но если грязные... Зачем они длинные? Ну, я говорю просто, что тут даже с санитарной точки зрения, то есть это, мне кажется, даже по медицинским правилам, она не имеет права даже допустить ее. Конечно. С учащими общаться и просто запретить и все, и находиться в этом. Поэтому просматривайте, и дома-то провожайте, посмотри в ней. Все козюли в носу из носа вытащены, нет? Чтоб ерунда не занималась в школе. Да, чтоб чисто было. А то будут сидять на уроке, ковырять, из носа выковыривать. Так, это тридцать седьмой пункт. Обратите сестры на это внимание. Чтобы, особенно девочек, чтобы учились они сегодня в строгости и в целомудрии. Чтобы имели страх. Тридцать восьмой пункт. Образовать денежный материальный фонд деревни. У нас с этим очень трудно. Сколько у нас сегодня членские взносы в месяц? Тридцать рублей. Тридцать с человека, да? С человека. Со взрослого. Тридцать человек. У нас детей не собирают? Ну, с человека. Тридцать рублей с человека. С человека. Тридцать. И это, должно быть, обязательно. Вот. На что использовать? Здесь, также, или совет деревенский, или, значит, общее собрание должно, что... Использование должно быть, не просто там, на что-то, а именно на что-то такое, непредвиденное. Вот. вдруг что это нужно необходимо но что-то потратить тогда уже по совету делать это батюшка тут от параллельно это братья и сестры тут за мной недостаток так сказать мое нарушение не поручили собирать вот эти взносы деревенские а я что-то это я так медленно живу что уже за два года не собирала у кого у всех и вы батюшка в том числе должны за одиннадцатый год и за двенадцатый я почему у меня всегда лена собирали там она там высчитывая нет она бачка я высчитывая там ну а сейчас в продуктах кто за одиннадцатый должен значит с этим наберите порядок и сделайте чтобы все было всегда нет надо хотим на каждый месяц за за какой за двенадцатый за это не что-то вы думаете думаете что это что-то вот вы внесли этот пункт что-то не вот это всегда в каждом обществе это есть даже в преступном обществе у них общак называется общак морской общак там есть он в тюрьме там сидит его эти могут помочь и этот у них неприкосновенный вот смотрим там он взял один да это их на общак там начать из него взял для такого вот до того что его смерти приговорили смерти убить за это что посягнул на святая святых на казну их не понимаете как какие а вы верующий 30 рублей приходится выжимать просто сказать ну да что да это дорого я только 20 рублей могу заплатить 20 30 для меня много я не могу 30 только 20 только 20 ну куда это годится даже вот если все нормально христиане хуже поднимать это обязательно должен всегда это храните во все дни жизни вашей здесь тридцать девятый никаких дел сделок денежных вещевых и иных не производить замужними женщин без ведомой согласия их мужей этот пункт тоже очень важный у нас его нарушают нарушает нарушает его и и больше всего нарушает говорит мне нельзя даже с кем его нарушают я был когда в америке там и вот на одном приходе попросили меня очень зачитать наш этот устав ну я все вот это читал все это народу было ну я не знаю там человека колоста в аудитории так на приходе на одном все значит это так останавливались и обсуждали вопросы не в тем против нет я нашел до этого только пункта друг понимает . а почему нельзя вот женщина я с этим категорически не согласна ну вы не согласны ваше право но у нас это в уставе это неправильно это неправильно это там нарушение прав ну ладно и потом когда закончилось все я спрашиваю с батюшкой вы знаете конечно мало матушка то ли а кто это но у нас я говорю это зовут кладбищенская императрица там батюшка на кладбище где-то служит этого матушка она говорит здесь всем завет кладбище кладбищенская императрица я с этим категорически не согласна как это что-то спрашивает да служит ну а что здесь такого ну не производить никаких забудем без ведома и согласие мужа согласен давай тогда будем договариваться что-то там покупать или продавать там обменивать и все чтобы не нарушалась здесь христианские евангельские принципы где в семье глава здесь говорится то не о том или наталья здесь не о том говорится некий дел сделок денежные вещевые которые имеют какую-то ценность а что если вы обменялись и помидорами или персом там или там что-то там ну это-то зачем вы говорите это такие тоже какие-то там уже более крупные сделки такие машину тут решила продать вот это крупная сделка вот не согласится на руку продать или тёлку там купить или или продать они они так как делаю у нас было такое у нас там что купила корову там охота была корову купить у нас продавалась там на железнодороге жили напротив нас была казарма возле дороги и он уезжал корова хорошего него там по 30 литров но и матерь решила купить купила с отцом то не посоветовалась еще отец со мной степи она уже корову привела там сарае спрятали теперь надо как отсюда и поднести ну да сказать и вот она вечером то в ужином она уже поужинали здесь и вот она давай отсюда тихо вот это тот там продает корову вот корова то у него а отец видать уже когда принял он уже убедался корова то станет ничего не говорит молча на мать нему значит отмазывается отмазывается значит ага тихо корова то хорошая у нас это плохая отец молчит ну и чё так но это вот купить я хочу чтоб ну чтоб по согласию было отец на себя дело сотворите потом по согласию его не против был на она почему-то вперед поторопилась конечно кто-то не перехватил корову по согласию вот такие сделки по согласию ну вот мы огласили устав наш у кого-то будут какие-то может быть предложение что может быть нам добавить какой-то пункт еще нужно пункт такой добавить что всех жителей у которых есть огороды где они выращивают они были загорожены не картошка хотя бы вот такой вот овощ мелочевка это всегда было это это обязанность даже это не то что это скажи если загороженный огород и зашла скотина как-то здесь пеняй на себя потому что даже не специально допустим скотину вечером ходят скотину сколько раз они пока здесь они ринулись туда мимо это там их не удержит а потом оттуда они уже пошли почти почти не загорожено как он было у евгения дмитриевна у них так половина загорожено такое там метра 4 не загорожено и вот они заходят а теперь назад выйти они уже это выход не могут найти и вот по огороду там уже по грядкам крутятся ну почему не загородить еще три метра уже поставить шахетник там или что то какой-то изгород у нас было у нас отец с одной рукой был но у нас все было ни одна соседская курица в огород к нам не попадала ни одна никак он всегда запретил плетень был прутьями заплетено он с одной рукой все заплел никогда соседская курица не заходила но если зайдет там мой там бывает залетит мы там ее тоже поймаем выгоним просто вот всегда говорят в уставе написано чтобы скотина не ходила там в огород зашла а вот этого нету что загорожено должно быть загорожено но не записано давайте здесь просто так что если не загороженный огород и зашла скотина обижаться не на того сейчас скотина обижать на себя что не загорожено огород не загорожены вот и все здесь уже так ну чёси у меня вот вся сетка упала и зайдут игорь и выкородович до кого бежать на себя почему упала почему не поднял то корова не пошли не всегда усмотришь выскочить не специально распускать что у нас иначе не загоняя пускай ходит по огородам это же случается такое но надо городить еще вот здесь вот этот пролет вот между горбудовым и матушкиным озером там этой дорогой пользуются я не знаю случая к случаю почему бы там постоянное прясло не поставить чтоб скотина не уходила вот тогда и на городах они не будут было хорошо было батюшка сделала потом в три ряда вот эти прясла сделать чтобы уже не перепрыгнули не пролезли как-то не под ними не между ними и и ребятишкам легче вот они бедные встречают там всегда у них два-три человека стоит особенно загородить надо там я городил и надо загородить надо обязательно это сделать дорога там не пользуется машины стали ходить и не закрывать и все а сейчас там дорога заросла ниночка там не ходят машины потом сломали не стали загараживать я помню при пройду поставлю эту смотрю опять она сбросит и кто там это так у нас получилось за 40 пунктов значит и в уставе пока еще есть одно примечание написано примечание примечание такое разрешается то есть был видать за задан вопрос сколько можно выпивать вина водки разрешается только вино по уставу по уставу вот сегодня по уставу разрешается вино да обязательно а то будет нарушен устав по уставу в определенное время два раза в день не более 100 грамм но лучше совсем не пить избегаешь порисания разрешается по уставу но лучше совсем я помню это кто-то возмущался любитель выпить и уж так уж скрипя это примечание написано великий пост субботу руку по уставу разрешается или и вино сегодня разрешается рыба вино или или где написано в календаре не знаю почему скобы когда на завтра а завтра какой день что масло стоит не знаю это какой-то ваш там календарь великий пострадал друзья это устав что разрешается сегодня не священник это установлено церковью я слышала от батюшки была я мамонтова как раз это была пятница завтра будет пятница мы были в четверг вечерний и вот это а мы я где была в сети так сказать мы с ней вычитывали завтра пятница самая рыбка и масло а батюшка объявляет завтра пятница чистый порт а это говорю говорю мари она и сказала бачка вы дома в календаре вычкили завтра вот так вот так а он говорит а это выпускает священники а нас где-то воды он очень строгая а кима я крик оба меня расслабли нет нет это неправильно серафима говорила это неправильно потому что в календаре пишет это установлено устав церковь это и сам епископ священник не может изменить это поставить что уставка заставляли это церковь утверждено церковь и устав это а чистый пост это чтобы как думать без масла когда без масла когда неправильно когда не попала если какой-то праздник попадает или память какого-то святого то тогда разрешается вино или вот мария меня дала в марии гору мне это вот там сказано даже попадется говорит и это праздник апостол скрещен и это не сетовать что не сетовать что за слово не сетовать то есть не сетуй не вообще ну что что с вами как разговаривать давайте сноску сделаем для бабы серафимы ничего не теряется кто поедет и кто ест того не осуждает давай так ничего не приобретает кто ест а кто не ест ничего не теряет ну и все все на этом мы сойдемся так подожди подожди куда ты ушла так ну сейчас отточнем так ну вот мы устав согласили устав дальше какое у кого мнение стоит там приглашать кого на жительство тех кто согласны с этим уставом но первое должны значит что кого приглашаем то первое чтобы впереди читали что человек должен свидетельствовать что он не вор не пьяница не табакур и не сквернослов желательно чтобы был православный верующий это на и первое ну и далее чтобы он согласен был с этим уставом в уставе у нас это здесь даже человек если он и будет скажем не православный то он обязательно должен соблюдать этот устав жить по этому уставу мы не только что чисто как вот по вероисповеданию этот устав у нас это устав как-то скажем общежительный устав церковный устав у нас особый устав для общины церковная община это для деревенских жителей устав так прошу вас староста игорь что скажешь ты что скажешь ты добавить то нечего в уставе то все написано в уставе все написано как нам в том что пригласить приглашать на жительство людей потому что у нас где дети вырастают уходит уже как говорится идут свободный полет уходят дети у нас все меньше находится становится и школа у нас уменьшается уменьшается вот чтобы поддержать нам дальше жизнеспособность поселка должна быть первое время то мы приезжали жить-то было негде там в палатках где жили мы друг у друга теперь-то еще какое-то жилье есть даже свободное свободно у нас один два три три дома которые сегодня можно заходить и жить в них вот которые они цены которые они очень приемлемы калашниковский дом он стоит вот и большой дом за него 220 тысяч было заплачено им отдали этот сам большой вот этот 80 малютинский и это 60 дарбуновский тоже все жизнеспособные первое время прожить то можно а там уже каждая делает угодно будет насчет работы тоже самое говорят вот работы нету жилья нет уже его уже нашли считаете какой то есть то есть перебиться можно насчет работы то же самое можно уже огороды скажем есть первое время вы говорили по помощи то есть сегодня кто-то если пожелает серьезно жить здесь то мы же живущие уже здесь как говорится укоренившие можем помочь чем допустим вот я себе скажу я могу там несколько там допустим овцоматок выделить 5 там 8 сама тогда для развода ему чтобы он разводил уже кто-то может быть может там телку какой-то выделить там или поросенка поросенка одного-двух дать чтобы но не просто даем мы а как говорится удочку ловить дали тебе когда ты станешь на ноги разжился уже развел потом это все должен будешь вернуть у нас так было бы давали корову там вот даже две коровы но потом уже вернули вот одна еще на находит или нет одна еще ходит даже также корова таким образом что разжился там от нее получил приплод а тогда то что брал то есть точно такое без всяких процентов ты вернешь взял 5 голов 5 голов там через 5-7 лет там 10 ты возвратишь у кого брал вот такую помощь мы можем уже какую-то оказать тем более что-то привести если стройматериал строится мы имеем уже какую-то технику там куда-то съездить не так что к первые года я на велосипеде я за 25 километров до станции я на велосипеде еду мне надо туда и вот я еду там велосипеде в корчино за день день я два раза съездил в корчино туда обратно когда ставили крышу на храм а я не знал как делать доходим а я не знаю как делать укосина на крыше я на велосипед и в корчино специалисту он подсказал мне я приехал значит поделали опять дальше дошли опять не знаю как я опять на велосипед и опять туда поехал но это было где-то девятнадцать лет назад вот а сегодня один раз до костюма уже не смогу доехать то есть сегодня то есть что то есть там уже у каждого во дворе у нас что машина у каждого дворе есть машина уже легче будет тому кто и тот таком мы можем оказать какую-то помощь но в основном надеяться конечно на себя что иметь свои денежные средства и силы а главное желание чтобы жить в такой установке по такому уставу кто еще ты что андрей давай давай говори твое мнение какое кто сможет это принять и вынести потом не раздался не понравилось но я вот что мой взгляд на этот вопрос значит к вопросу о принятии поселенцев потерявку из других регионов россии краев республики мой взгляд на это так условия для приезжающих первое прежде всего выяснить что побудило их переменить место жительства какая причина ну скажем разруха голод война там или счету ну и тому подобное да выяснить какой образ жизни вели что за люди где работали чем занимались какую религию исповедуют или атеисты это к чему потому что могут там там пьян стал может быть иначе не потрясали еще что-либо вот это надо все учитывать не просто так а все давайте сколько так то есть если он нормально рабочий все прочего чем занимались работа и религия то есть исповедует или или вообще атеисты это тоже много значит если желают поселиться потерявки это второй пункт потерявки то доходчиво объяснить им что при переезде строительстве и благоустройстве усадьбы рассчитывать только на свои материальные физические силы поставить в их известность что в селе не больницы не детсады не промышленных предприятий для работы в госучреждениях значит нет нет дорог и нет общественного транспорта чтобы не возникли недоразумения много многие приезжают то думаю что тут и то и другое есть там и дороги там обреждают что ничего нет то чтобы они уже знали в курсе это были так третье непременные условия жить согласно деревенскому уставу соблюдать дисциплину быть свободными от вредных привычек ну уже говорили курил наркотики пьянство растут и так далее позиция администрации деревни в отношении новоселов я так думаю какая должна быть во первых они должны проверить их какая цель их переезда в данную деревню так желающим поселиться не нахваливать а честно объяснить реальность довольно сложных условий проживания потому как понятия хорошо или плохо у каждого свои прежде должен значит при пригласить но семью или хозяина этой семьи что все посмотрел взвесил чтобы потом им не пожалеть и не было разговоров также потому что многие думают а здесь то все давно а вот он пусть сам приедет там никто там он взвесит для не все обсудить когда уже второе желательно чтобы переселенцы были христиан еще лучше православные потому что нас у нас это тоже я думаю все это не то будут приезжать знакомые родные и так далее это все будет хотя еще ничего матисти это вообще нежелательно неверующие вселить нежелательно а то как бы нам не впустить троянского коня с который может мир прийти в деревню с его разрушительной силой греха и соблазна у нас свои греха хватает так что вот мой такой взгляд все правильно то что говорил это у нас было всегда мы кого вначале списываемся знакомимся письменно потом человеку приглашаем он приезжает смотрит все ему рассказываем смотрит как живут вот чем занимается вот такая работа все только тогда у нас были такие вот случаи вот приезжал тогда там кто николай киличков когда он тоже приехал вначале 1 или следа они приехали все смотрели все да все мне понравилось и тогда только он переехал вот это всегда так правильно что должен человек значит это с познакомились ты в какой чем заниматься может что-то у нас даже так если он человек рабочий даже если механизатор он будет как раз здесь он может значит в работу даже помощь влиться в фермерское хозяйство вот быть работником там трактористом комбайнера все нужен нужен такой человек знающий действительно что если он деловой человек такой человек нужен будет потому что у нас есть фермерское хозяйство хотя и небольшое но он нужен работник в это хозяйство он может уже себе что-то там заработать для жизни обеспечения своей семьи это всегда так было так не просто так будто барак то а приезжайте все нет тем более на разрешение на жительство ни один человек принимает не батюшка не староста общее собрание общее собрание также взяли переговорили с человеком и все его обса как говорится со всех сторон его обсмотрели стоит или не стоит а тогда уже в общем собранием принято решение разрешить ему или не разрешить кого конечно нет кого не знаю пока никого не знаю еще нет не знаю не знаю я пока советую но если мы не поедут сейчас люди знают а нас кто-то знает там по телевизору видели знают и так вот закончат поедут благовестия игнатих на где-то будет встречаться с людьми там даже в других странах может быть кто-то желает приехать чтобы все это было им обсказано вот так вот живут такой устав у нас вот все а далее конечно каждый кто пожелает он должен вначале письменно списаться с нами потом приехать посмотреть как это живем чем живем что это есть все чтобы не было обиды полосы беды а вот вы обещали а ничего здесь нет этого а кто что обещали ничего в то время не могли мы обещали да что можно жить без пьянки без курева без матерчины жить спокойно благодарить бога славить бога все больше ничего мы не обещали нет а это все даже мы не обещали что школа будет что храм будет этого не обещали а это уже пошло после стало одно на другое как говорится наступать стали у нас даже крыша сейчас посмотрите какая как в городе еще от купол бог даст летом покроем я и жесть это вообще будет у нас красота вот что я еще хотел сегодня на всеобщее собрание здесь значите напомнить то что у нас благовестники собираются в необычное благовестие поехать значит по странам на тихоныч там еще с ним двое и с ним торги николаев поездка не непростая вот и она не просто непростая по своему необыкновенному действию и скажем месту происшествия такого никогда не делалось это поездка она конечно стоит и средств для того чтобы совершить я предлагаю кассу вы выпусти 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 не искусая денежную кассу нашу которую у нас добровольное пожертвование снять и пожертвовать благовестником как на это смотрит положительно положительно две руки да но вот так вот значит что против есть то нет нету против никого давайте тогда так староста с ними все а приходит сегодня прям это сделайте чтобы нам который потому что тянуть нельзя это надо им уже приготавливается и почитать сколько будет там сэксировать а тогда посмотрим если что там может быть еще маленько там помаленечко добавим чтобы было что-то сделать надо будет так сегодня с ними значит и посчитайте сколько там кто у нас что у нас ревизионная комиссия кто у нас еще ну сколько есть копейки проявляется как месяц ищем до копейки прибавляется копейки что-то будет если ничего не будем делать то на чего не будет будет давали значит сегодня снимите и значит сделать чтобы нам завтра работать некогда к вечеру чтобы посчитать и сколько там будет потому что им надо будет здесь наверно обменивать будет люди ты что хотел сказать все говори как хотела сказать снимать не обращайте внимание ничего снимает что-то икону воскресенье христово так еще есть у кого какие предложения относительно этого насчет чего ну насчет чего то что обсуждали на то что жители приглашать там или если в курсе да ну давай говори все понятно что думаю что стоит пригласить и ознакомиться стал так ни у кого ничего нет и чтобы потом не было говорить что я не успел сказать ну все благодарим тогда вот а Песня. Благодарим Тебя, Христе Божий, нас за Твои милости и щедроты к нам, что Ты благословил нас, Господи, до сего дня, благословил обильными Твоими благословениями, Господи. И если угодно воле Твоей, Господи, то пошли, Господи, и новых жителей к нам, Господи, добрых православных христиан. Будь милостив, Господи, мы надеемся, Господи, что Ты не оставишь нашей сплет своей милости. Тебе, Господи, за Твои милости и щедроты к нам, слава Тебе, благодарение, честь и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу, ныне, пресне и во веки веков. Аминь.